Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Аверлорд, вы на канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Transport Fever 2. В прошлой серии мы построили вот такой вот проспект с первыми трамваями, также проложили, ну точнее запустили наконец-то линии южного направления, теперь тут вот ездят вот такие вот красивенные составы с головой от P36, так вот они теперь быстро катаются, аж 120 км в час. Также не забывайте, что мы ждем в 62-м году электрички R2, они уже обязательно скоро будут, ну а сегодня в этой серии мы будем заниматься грузовыми направлениями, то есть наконец-то доставкой грузов в разные города. Сегодня я хочу заняться чем-то не особо большим, таким как, например, доставка хлеба в Санаверинск. Тут особо много чего не надо, тут надо построить железнодорожный вокзал грузовой, здесь вот машинами будем доставлять в одну точку, вот эти вот... Ну короче, семена будем доставлять в одну точку, которая будет перевозиться на этот завод на поезде, и опять же на поезде будет перевозиться сюда вот весь хлеб. Так, нужно посмотреть, где вообще тут вот грузовой вокзал, и куда тут нужен хлеб. Хлеб нужен вот сюда вот, для этого нам понадобится где-нибудь здесь вот построить целую отдельную, ну, отдельный вокзал грузовой, боковой, на два пути, так как у нас будут доставляться еще машины, такие вот такие вот, как я называю, обычные шестеренки, откуда-то вот отсюда, да. Поэтому будет располагаться вокзал, наверное, с вот этой вот стороны, а потом машинами будет развозиться по городу весь наш груз. Итак, ну что ж, давайте начнем, поставим мы его, пожалуй, вот сюда, хотя что-то тут вообще как-то неровно все встает, поэтому, наверное, вот тут мы развернем, конечно, будет не особо красивый круг для поездов, хотя тут будет небольшой тоннель, чтобы не задевало пассажирские, ну, пассажирские маршруты. Итак, давайте лучше вот сюда вот его приставим, вот так вот, все отлично, сюда, готово, хотя, наверное, нет, мы его снесем сейчас и поставим вот сюда, вот сюда, отлично. Теперь поставим автомобильный грузовой пункт, вот такой вот, вот сюда вот, и отсюда будут разводиться грузы по городу. Теперь нам нужно вот тут вот поставить грузовые автопункты возле вот этой вот, возле вот этой вот фермы. Надеюсь, что тут будет производиться семена, так как тут почему-то полей у меня нету. Ну, наверное, это ничего страшного уж, надеюсь, или это все-таки страшно. Так, производство 200, ну, по идее, должно быть нормально. Итак, тут стоят, вот тут вот надо еще построить, будет железнодорожный вокзал, вот такой вот, на два пути, 160 метров, нет, давайте лучше построим на 240. Даже, наверное, на 320, чтобы максимально поезда сюда вмещались, вот так вот. И тут вот разровняем земельку, чтобы все было ровненько, красивенько и четенько. Так, разровняли тут вот земельечку. Теперь ставим конечный и однопутный вот сюда вот, так как у нас хлеб доставляется только лишь в Санаверинск. Вот сюда вот, отлично. Вот сюда вот он встал. Потом надо будет еще, наверное, все-таки расширить вот тут вот вокзал, точнее, удлинить. Потому что, как бы, поезда будут длинные, и они должны помещаться на вокзале. Поэтому думаю, что расширим его, пожалуй, на два деления, вот так вот. На две платформы дальше, точнее, на два деления платформы. С линиями электропередач, и все. И у нас теперь такой вот длинный вокзал достаточно. Так, вот, поезд прибывает. Вообще, обожаю смотреть, как поезда сюда прибывают. Хотя, чувствую, он слишком быстро как-то катится. Мне кажется, поезда должны помедленнее заезжать на станции. Но не суть. Итак, по идее, тут мы поставили уже вокзал, и можем прокладывать, собственно, железную дорогу. Не думаю, что она будет ходить рядом с пассажирской. По крайней мере, вот это. Дальше, наверное, будут они ходить рядом с пассажирской. Доставка должна быть достаточно быстрая. Что-то я чувствовал, что она не будет быстрой. Поскольку ехать надо будет тут очень далеко. И да, кстати, у нас в прошлой серии, наверное, вы этого не увидели, потому что это без записи случилось. Появились тепловозы Т-3. Самые такие, как я считаю, одни из самых грузовых тепловозов. Лучше их только могут быть ВЛ-80. Итак, пока что мы прокладываем тут вот железную дорогу. И тут надо будет делать такой вот заворот сюда. Желательно пошире. Вот так вот, чтобы было побольше, максимально скоро, где-то под 120. Да, вот, 121, отлично. И вот тут вот мы проложим, и будет 120. Ага, ну всё, отлично, пойдёт. Вот тут будет ещё разровнять, конечно, земельку, но чуть позже. Итак, вот отсюда выводим. Такой вот круг у нас будет. Конечно, не особо красивый, но ничего страшного. Так, вот сюда вот вводим. И тут лучше сделать мост, мне интересно, или всё-таки тоннель. Давайте посмотрим по ситуации. Ага, уже ставится мост. Значит, лучше сделать мост. Отлично. И поставим вот такой вот, пожалуй. Хотя, бля, тут... Вот так себе встают вот эти вот штуки. Потом поставим вот такой вот мост. Вот так вот. Кстати, вот тут вот мы его уберём. Тут поставим землю. Вот таким вот образом. И, по факту, мост почти что готов. Тут тоже поставим чуть-чуть с землёй больше. Вот так вот, отлично. И тут вот где-то надо найти мне объекты специальные. Ага, вот они. И вот тут вот так вот расставить... Как их там? Подпорки. Да. Желательно равномерно. И желательно, чтобы они вставали всё-таки наконец-то. Потому что они что-то не хотят вставать. И где вы? Ага, вот всё. Вроде бы появилось. Что-то не хочет вставать. Или может вот это встанет? А что вы не встаёте, а? Так. Мне это не нравится. Давайте лучше без записи их поставлю и вернусь. Итак-с. Я поставил подпорочки. Вот так вот красивенько. Между путями. Вот тут. Вот тут вот подпорочка. Тут, по-моему, тоже есть, да? Тут, тут, тут. И вот здесь вот. Всё. А теперь красивенько. Такой вот красивый мост будет. Железнодорожный. Ну что ж. И проведём наконец-то путь. Вот этого вот завода. К нашей платформе в Санаверинске. Вот тут вот проложим путь. И тут ровненько его замкнём. Всё. Отлично. Даже 300 км в час, по-моему, везде было ограничено. Ну что ж. Это вот путь готов. Теперь нам нужно здесь вот сделать... Ну, сами дороги. Точнее, или сами линии. Да, вот так вот, вот так. И вот так вот. Здесь будут ездить грузовики. Да. Вот тут мы нажимаем. На первой станции он загружает. На второй он тоже загружает. А на третьей он выгружает. Всё готово. И надо поставить наше любимое депо для автомобилей. Это же АТП. Как их называют. И закупим, наверное, не особо много грузовых. Вот этих вот. Что у нас там есть? У нас вот есть всякие самосвалы. Вот эти вот штуки, конечно. Что у нас тут поместительнее? Весьма 60, 52. Тут 48. Блин, конечно, я не хочу вот эти вот ставить. Вот эти, мне кажется, что-то будет лучше. Давайте лучше вот этих вот 6 штук возьмём. Конечно, они не особо вместительные, но зато они красивые такие. Зелёненькие. Мне нравятся. И на линию 33. Всё. Выезжайте. Они такие на Урал чем-то похожи. Просто очень старенький. И всё, поехали у нас работать. Отлично. Теперь создаём маршрут 34 и прокладываем его вот таким вот образом. На первом мы будем загружать, а на втором разгружать. И ставим вот сюда вот депо с высокоскоростными путями. Прокладываем его. И прокладываем их, собственно, от него к нашим путям. Вот таким вот образом. Всё, готово. Покупаем у нас, скорее всего, двойной Т-3. Вот такой вот красавчик. Хопа. И добавляем вагонов. Что у нас там нужно? Пока что особо красивых вагонов, конечно, я не вижу. Ну, ничего страшного. Так, этот для... Нам нужно что-то для семян. Этот вот гондола для семян подходит. Мне что-то кажется, что она из Америки. Эм-эм. Что у нас есть такого, чтобы наших было именно? Ммм. Даже не знаю. Какой гондолу чуть-то не особо хочу ставить. Этот вот для семян не подходит. Этот вот тоже. Ну, только вот это вот для семян подходит. Ну, ещё вот это вот. А вот это, кстати, повместительное. Наверное, вот это вот добавим. Мы добавим побольше вагончиков. Хотя вместимость у нас и так будет гигантская. Благодаря очень хорошему моду. Вот так вот. Отлично. У нас получается 10 вагончиков. И купим один вот такой вот состав. Естественно, делаем ему техобслуживание. И запускаем на линию 34. Отлично. И прокладываем линию вот этого вот завода к платформе в Санаверинске. Готово. И, естественно, делаем вот так вот. Вот так. Т-3 дизельный. И ставим, собственно, вот эти вот вагончики. Хотя нет, не вот эти же нам надо. Сейчас нам надо такие, чтобы перевозили. Вот это, конечно, поместитель не будет. Но, по-моему, он американский. А нам такое не подходит. Поэтому мы ставим вот такой вот. Зелёненькие такие вот. Тоже, кстати, 10 штук. Наверное, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Всё, готово. Отлично. Делаем тоже техобслуживание. И запускаем на линию 35. Всё. Этот у нас выехал. И посмотрим, как красиво будет выезжать вот этот вот красавчик. Вот, посмотрите, как он пафосно едет. Вау. Просто обожаю вот эти вот моменты. Выставить вот этого вот мощного, огромного, неимоверного тепловоза. С такими маленькими вагончиками. Ну, ничего. Скоро у нас тоже будут вагоны побольше, покрасивее. Думал, что где-то в 60-м году. Ну, надеюсь, по крайней мере. Вот и всё. Вагончиков мало. Тепловоз очень мощный. Постык, он разгоняется. Он как бы грузовой, поэтому я не особо хочу его запускать на пассажирские линии. Тем более, он, наверное, будет по максимальной скорости помедленнее, чем паровозы. Хотя, с паровозом L я бы поспорил, что он будет медленней. Вот тут тоже проезжает красиво паровоз L. Ну, хватит смотреть. Ну, что ж, почти готово вот это вот всё дело. Надо теперь только поставить здесь вот грузовую стоянку для хлебушка. Так, чтобы она максимально захватывала. Наверное, все-таки это самое, платформу 0. Вот так вот сделаем. Если мы вот тут поставим, блин, тут весь район тупо сносится. Печально. Давайте тогда вот так вот сделаем. Вот тут поставим. И вот так вот оно будет, в принципе, всё хорошо захватывать. Отлично. Вот тут прокладываем маршрут вот отсюда-восюда. Из вот этого депо мы запускаем вот это вот, опять же. Четырёх штук, думаю, хватит. Делаем тоже техобслуживание. Всё, и готово. И запускаем на линию 36. И всё. У нас официально, теперь у нас доставляется хлеб в Санаверинск. Это хлебные линии готовы. Чтобы следующего нам тут сделать. Итак, я вернулся, ненадолго отходил. И я тут подумал, пока ходил. Думал, мы займёмся кирпичами. Для этого он... ну да. Сначала определимся, куда он нам нужен. Они нужны в Ангарск, Троицк и в Донской. Всё достаточно близко. Отсюда будут выходить три платформы, точнее, три линии. Которые будут везти в Троицк, в Ангарск и в Донской. Но перед этим нужно доставить камень. Камень у нас находится вот здесь вот. Опять же, наверное, он будет у нас доставляться с помощью машин. Примерно вот сюда. И отсюда будет выходить вокзал. Который будет вот так вот идти и доставлять нам камни к кирпичам. Ну что ж, давайте приступим к заниматься вот этим вот всем делом. Теперь, собственно, я забыл, что надо поставить. А, это вообще не здесь. Итак, ставим вот такой вот. Думаю, тоже будет с одной такой штукой. Потому что надо только одна линия, что у нас тут будет. Вот тут поставим мы с правой. А вот так тут не получится у нас мост. А давайте тогда его снесём сейчас по бырику. И поставим вот такой вот. Ну не мост, а уже землю. Всё, готово. И теперь ставим вот эту вот штуку вот сюда. И вот эту вот вот сюда. А вокзальчик красивенький. У нас сюда плохо встаёт. Вообще ужас, вообще. Не, наверное, мы его тут снесём таким вот лёгким образом. И вот здесь вот. Да. Не самый, конечно, лучший образ. Надо тут подумать, как... Так, вот так вот вообще хорошо встаёт. Мне что-то так не нравится. А, давайте вот так вот его поставим. И сейчас сам вокзал отредактируем. Таким вот образом. Эти грузовые здания. И вот эту вот штуку мы тут не можем почему-то поставить. Мне это не нравится. Почему мы не можем ставить вот эту вот штуку с этой стороны? Печально. Значит, попробуем поставить дороги. Но не такие. Не такие, а вот такие. Надо, чтобы был выход отсюда. Вот так вот, да. И выход вот сюда. Всё, они теперь привязаны. Нам надо как-то сделать ещё, чтобы оно привязывалось вот сюда вот. Но как это сделать? Вот это вот очень и очень сложный вопрос. Даже не знаю. Редактироваться он... А, вот, всё, нормально хочет редактироваться. Поставим вот сюда вот платформу. Вот сюда и вот сюда вот. А тут поставим грузовые здания и вот эту вот штуку. Или вот такую поставим. Вот такую давайте поставим. Хотя нет, наверное, вот эту вот мы уберём. И поставим её вот сюда. Всё, готово. А теперь поставим вот эту вот дорогу, которая будет спускаться вот сюда. Всё. Ничего-то не хочется насюда нормально спускаться. Почему это так сложно? Почему просто поставить... Вокзал так сложно. Ну ладно, ничего страшного. Попробуем мы ещё попробуем его пристыковать. Я надеюсь, у нас получится. В чём я не особо уверен. Уже. Ну вот так вот он хочет вставать вроде бы. Вот так вот. Молодец. Надо как-то... Ага, вот всё. В чём проблема-то была? А вот в этом была проблема. Сюда он не хочет вставать. А вот так вот, значит, захочет. Всё. Встал. Молодец. Привязан? Привязан. Всё. Готово. Теперь мы прокладываем, опять же, линии. Вот так вот. Раз, два, три. На первой мы загружаем. На второй тоже загружаем. А вот на этой мы разгружаем. Всё. Линия готова. Но мы забыли провести сюда вот железную дорогу. Поэтому мы ставим здесь вот вокзал проездной. На четыре пути. Аж на четыре, потому что у нас три выхода к городам. И один для доставки продукции. Готово. Сейчас, представьте, первая платформа пойдёт сюда. Вторая сюда. Третья сюда. И на четвёртую будет прибывать у нас поезд с камнем. С камушками. И вот тут он будет проходить. Проходить он будет, опять же, мостиком. Я сказал мостиком. Молодец. Мостик. Поставился. Но мы вот здесь вот ломаем. Всё. Как обычно. И тут вот поставим землю. Чтобы было не так колхозно. Ставим землю. Готово. И этот мостик надо сломать, увы. И поставить заново. А вот так он уже вставать не хочет. Вот ты ж тварь. Извиняюсь. Ха-ха-ха-ха. Так. Ну, что-то не хочет вставать. А вот. Всё. Встал. Молодец. Теперь выберем мост какой-то. Вот такой пусть. Ага. А нихуа. Не пойдёт у нас так. А так. Это вообще какой-то странный. Давайте вот этот опять поставим. Мы опять же сделаем к нему пристроечку в виде подпорочек. Так. Вот эти вот. Почему вы не хотите ставиться? Почему, блин? Так. Ага. Давайте лучше, наверное, опять же без записи их поставлю и вернусь. Ну что ж. Я поставил вот эти вот подпорочки таким вот образом. Теперь у нас есть красивенький мостик. И ещё также у нас добавился новый паровоз. Пока я был без записи. Почему всегда без записи? У меня сразу же добавляются новые какие-то прикольные штуки. Вот такой вот паровоз РМ добавился. Такой вот. Мне ничего-то не особо нравится. Поэтому мы его использовать вряд ли будем. И вернёмся к постройке пути кирпичной линии, собственно. Собственный бренд давайте создадим кирпичной линии. Там будет всё красненькое. Такое прикольное. Так. Сюда вот проводим. И сюда вот сделаем мост. Опять мост. Как же мне они уже надоели. Вот такой вот тут провожим мостик. И сюда вот ведём. И на четвёртую платформу у нас будет пребывать. Тут мы ставим, естественно, землю. Чтобы было красиво. Так. И вот тут вот надо сделать вот таким вот образом. И проложить мост. Опять мост. Повыше мостик пусть будет. И опять вот такой вот. А. Ну я вообще молодец просто. Лучший. Давайте тогда вот тут вот сломаем. Вот так вот. Прямо вот отсюда вот сразу же поведём. И поведём в эту вот сторону. Всё. Готово. Отлично. Доставка камней у нас готова. Теперь надо проложить опять же линию. 38. Отсюда она будет везти сюда. Тут вот мы загружаем. А в Сановеринск. Восток. Мы выгружаем. Отлично. Теперь раз что нам надо было разровнять. Тут вот землю. А тут вот очень и очень некрасиво получается. Да. Конечно делать это буду достаточно долго. Но ничего страшного. Хотя не так уж и долго как я предполагал. А что вот это вот надо будет выравнивать долго. Итак. Итак. Я тут почти всё покрыл травой. Ну как бы всё да. Теперь у нас вот тут есть вот такая вот линия. Кирпичи в саму Сановеринску не нужны. Поэтому на этом мы пока что закончим с этим. Но всё же давайте запустим. Эти самые грузовики. И поезда. Точнее поезд только один пока что. И будет у нас получается уже наконец-таки готовы первые. Почти готовы две грузовые линии. И... Что мы ещё там сделали? Я уже забыл. По-моему ничего. Ну ничего страшного. Ещё всё у нас будет сделано. Так. Наверное всё-таки тут поскольку будет доставка камня. Мы сделаем вот тут вот шесть штук. И будем доставить камень. На линию 37. Готово. И тут нужен поезд. Да. Нам нужен поезд. Будет он у нас находиться вот здесь вот. Так как отсюда будут уходить многие пути. Вот здесь вот будет у нас как бы... Депо для всех сразу. Сюда. Не так. Вот так. Что-то он как-то не так встал. По-другому надо. Надо сначала от вот этого к вот этому вот путю. Проложить. От этого к этому. От этого к этому. О, всё. Такое вот у нас путевое развитие красивое получается. Итак, давайте добавим у нас дизельный поезд Т-3. Только мы сделаем его красного цвета. Так как это уже у нас получается кирпичная линия. Я хочу, чтобы здесь было всё красненькое. И доставка камней. Давайте всё-таки вот такую вот гандолу сделаем. И никогда ещё не пробовал, по-моему, ставить. Давайте сделаем 4, 7, 8, 9, 10. И всё. И один пока что у нас будет поезд. Двём опять же техобслуживание. И запускаем на линию 38. Готово. И выезжает у нас вот такой вот красный красавец Т-3. Ну что ж. Наверное, на этом мы будем потихоньку заканчивать. На такой вот нотке красивого красного, такого прям яркого Т-3. Мощного. Вообще обожаю их. Ну что ж. На этом мы заканчиваем эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok